Всем сталкерам привет, нахожусь на локации аэропорта, вот рядом с проводником, в здании особо ничего такого интересного нет, а бегаю, там посмотрел, по квесту взял, тут от проводника можно уйти в ту пуску и на новую зиму. Ну я пока не собираюсь, что-то я вот в какой-то сталкер выкинул костры, у меня перегруз, ну я их по привычке взял, отойду подальше я от самолета, а то слишком уж громко. Пока я лететь никуда не собираюсь, потому что я не исследовал еще вот этот квадрат, поднес я в диспетчерскую, там стоит чувак-диспетчер, подсказал мне, что вот эти две точки, я их отметил в прошлый свой визит сюда, тут должны быть ремонтники и торговцы, вот в этих квадратах примерно, то есть мне нужно вот это все исследовать и посмотреть, где-то, да что тут. А так я в принципе всю локацию обежал, тут посмотрел, тут аномалий много в принципе, тут и есть они, а не, тут я еще не был, здесь я посмотрю еще. Тут-то я знаю, есть, да. Ну и тут я в принципе все обегал, осталось тут квадраты исследовать. Чем сейчас я и займусь. В зоне время без пятнадцати три ночи, сейчас уже скоро опять посветлеет, поэтому можно не по потемкам бегать, а уже при свете дня, так сказать. О, вертолеты боевые стоят, пойду посмотрю. Прикольные. Так, тут никого нету, нет. Так, вот я вышел. Пойду-ка я прямо, наверное. Вот тут вокруг поля, хотя зачем вокруг поля, насквозь поле пройду. И тут уже буду смотреть, куда че. В принципе, можно сказать, что я всю уже локацию обегал, уже более-менее представление не имею, где что находится. Две точки сохранения, вот на хуторе, где подсолнухи растут, и здесь в аэропорту. Это ближние точки. И две дальние точки сохранения, которые уходят на любич. Проводники. Так, вот здесь я знаю, есть аномалии. Ключу-ка я, наверное, за. Ну, сколько бегал я, так ни одного артефакта я тут и не нашел. Все-таки народ тут есть. Да, сталкеров, в принципе, хватает. Тоже бегают, и видно, что бегают по тем местам, где аномалии. Ну, тоже непросто же так сюда пришли. Так, капанов в окрестностях. Вроде, ой, я чуть не влетел. Дождь пошел. Ну, вот дождя мне только не хватало. Так, ну здесь я не буду помечать. О, вот первый артефакт вижу. Здесь я не буду помечать, что здесь аномалии. Я и так знаю, что тут поле аномалий. 7, 1, 9, стрелка и 1. Ну, вот только что говорил, что ни одного артефакта не нашел. Вот мой первый артефакт на локации аэропорт. Тут что? Вот тут я не знаю, что я сейчас зайду, посмотрю. Жарко. Еще одна жарко. Еще жарко. Автомобильный аккумулятор. О, перегруз. Не, нафиг мне нужен. Выкину я его. Так, я тут взял квест на собирание электродеталей. О, 18 спичек. Спички вроде легкие, возьму их. Вот, мне нужно детали собирать. Пружинки, обрезки. Теперь понятно, почему сталкер в таком же разрушенном доме искал. Всякие детальки. Всякие детальки. Порох, смотрю, тут есть. Брезентский пидар. Да, хлама тут полно. Да, хлама тут полно, но, блин, у меня перегруз. Придется что-то выкинуть. Мне особо-то этот хлам-то не нужен, с ним бегать. Ну что, наверное, костер выкину все-таки. Спички у меня есть. Порох мне особо тоже не нужен. Пружин тоже не нужен. Презент тоже не нужен. Скипидар тоже выкинул. Вот, обрезки проводков возьму. Спички возьму. Так, все, перегруз исчез. Можно бежать дальше. Так, ну туда заходить я не буду, там тоже такая же фигня. Я, в принципе, не любитель так собирать хлам особо. Только если для квестов и то. Я вот лучше артефакты пойду, посмотрю. А, вон стал теперь бежать. Так, пойду-ка я в другую сторону, вот в эту. Все что ли? Кончились аномалии? Две-три штуки и все, и хорош. Может, они по краюшку только? Так, ну туда бежать нет смысла, там сталкер пробежал. Ну нет, почему? Вот аномалия есть. Что за подстрелушки? Древесина. Так, не буду брать древесину. А чё это тут сталкер стоит? Кого-то валит. Ну понятно, кого. Кого стрелял-то стоял? Злодей, блин. Ой, ё. Нормально. Стоит, стреляет. У него артефакт под боком. Ну ладно, это их не дело, пусть стреляют друг друга. Так, ну вот, стабилизатор подобрал. Опа, кабан. А, мне ещё два куска мяса нужно для квеста. Я в аэропорту там был. Там чувак мне предлагал самогон за два куска мяса. Ну, я взял, думаю, посмотрю, что за самогон. Опа, неплохо. Ещё один стабилизатор. Очень даже неплохо. Ну-ка, давай-ка я его тут помечу. Почти всю локацию аэропорта оббежал. И тут сразу нашёл три артефакта. Ну, это как повезёт. Вон сталкер стоял, стрелял. Не знал, что у него за спиной два артефакта в аномалиях. А я мимо пробежал, собрал. Так, деревня какая-то заброшенная. Так, ну тут я пробегал, я... Ненадолго. Я помню, тут собак дофига. А, ну вон они стоят. Не, не буду к этому забегать пока. Хотя мне нужно исследовать. Это местно? Местность. С другой стороны, блин... Сейчас меня убьют, а арты потеряю. Хотя тут точка сохранения недалеко, в принципе. На вокзале очучусь. Очучусь. Так, а я тут ещё не все аномалии просмотрел. Не полезу пока я в эти дома. Надо ещё по этому краю пройтись. Сейчас если ещё один какой-нибудь артефакт подберу, наверное, пойду. На Любич уже. Так, а куда я иду? А, тут вот ещё большое поле. Там тоже, в принципе, могут быть аномалии. Правильно же? На хутор на этот заходить не буду. Но тут, говорят, есть торговец. И ремонтник. Но его сначала найти ещё надо. Так, вон сталкер бежит. За мной. И вон сталкер стреляет ещё. Так, аномалии аккуратнее, аккуратнее. Так, чё это такое? Ничего интересного. Да, в этом заброшенном месте по-любому там вон собак полно, блин. Чё-то мне не бодрит пока туда идти. Давай-ка лучше здесь побегаю. Вон кабаны. Как раз два куска мяса мне надо добыть. Обменяю на бутылку самогона и нажерусь. Так, я вон вижу, там по-любому должны быть аномалии, потому что... Марио какой-то вдалеке. Так, ногу не буду брать. А, мне надо три куска мяса. Блин. Ну ладно. На обратной дороге ещё пойду. По-любому кабаны будут. О, я смотрю, тут тоже куча аномалии. Классно, надо метку поставить. Хотя, в принципе, и так понятно. Ну, поставлю. Включаем. Мза и вперёд. Так, чё-то мне там показался или кабан, но не показался. А чё там такое вдалеке? А, верливок. Я смотрю, чё-то знакомое. Откуда они здесь? Эх-то, а тут их дофига. Там речка. Так, надо поаккуратнее быть. О, да там их полно, прям верок. Давай-ка вот тут... Около горы пройду. Потом издалека их надо будет всех пострелять. Так, вот тут дорога. А, ну, она тут, эта дорога и шла. Так, а куда она идёт? А, рядом с аэропортом проходит. А, вот она, дорога. То есть, можно было здесь выйти, по ней пойти. Ну, в принципе, без разницы. Я по ней, наверное, вернусь. Сейчас вот тут немножко побегаю, постреляю. И по ней пойду в аэропорт. В принципе, можно полететь на Тунгуску. Деньги у меня есть. Артефакты есть. На Тунгуске там их продам. В принципе, да, логично. Так. Иди сюда. Так, не буду я у них ничего собирать. Хотя, если на Тунгуску полечу, там продам всё это. Так, вон ещё какие-то хута разотопленные. Вон, на том берегу ещё что-то есть. Блин, тут нифига не видно. Древесный гриб. Сейчас, главное, не наткнуться. Она же может и отсюда выскочить. Вон они там вдалеке шарятся. Так, может, не рисковать, не ходить туда? Блин. Ну, интересно же, чё там. Да ладно, чё, я вверх, блин, испугался, что ли? На каких пострелять? Вот этих ближних, наверное. Тунгуск, тунг, 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 Так, ну тут одни электро, что-то и прям пустота. Так, мне кабанаж надо убить. Мне еще один кусок мяса надо. Блин, тут мяса нет. Да что такое? Уй, ё, там медведь ходит. Так, а если не получится его вольнуть сразу? Блин, не буду я рисковать, свалю-ка я нафиг отсюда. Не, не было бы артефактов, конечно, можно было бы. Ну, лучше не рисковать. Блин, и тут и нету мяса. Аккуратней, аккуратней. Да, что тут вроде? Аномалии есть, а артефактов нет. Так, все, на дорогу выходим. Надо попить немного. Аж у горли пересохло. Два мяса бы еще. Вернее, одно. Ну ладно. А тут дорогу-то. Пройду я по этой дороге? Да фиг его, значит, там тупик какой-нибудь еще будет. Да, хорошо, что я, в принципе, на медведя не пошел. По-любому сейчас бы меня завалил бы. Так, что тут за домик посмотреть? Домик как домик. Странно, тут вроде студни, по идее, должны быть. Ну, хотя бы чуть-чуть. Все-таки воды им-то много тут. Реки всякие. А студни тут почему-то нету. Так, что у меня там по деньгам? 104 тысячи. Никто, в общем, не купил у меня. Ни автомат, ни броник. Надо попробовать их с рук продать. Так, на рынке, не на рынке. На базе постоять, покричать. Может быть, кто так купит? Или немножко цену снизить? Так, а тут интересно, что? Надо подняться, посмотреть. Сейчас, если меня тут убьют, я все равно там распанусь. Тут два шага от вокзала. Древесина. Давай возьму, все равно сейчас пойду уже. К проводнику, скорее всего. Ну да. Осталось там домики только изучить. Ну, в принципе, и все. Там ничего интересного больше-то нету. Древесина. Давай под завязку набью. Все равно сейчас... Ухожу отсюда. Так, ну, смотрю, аномалии есть. Опять эти жаркие. О, я не знаю. Так, ну, ничего тут, в общем, интересного нет. Пустота и пару пауков. В общем, валим. Нафиг мне кокушник. Вот под осиновик возьму. Мох. Пижму не буду, брать древесину, заберу. Сейчас пойду на Тунгуску. Там у меня мало всего у кладовщика лежит. Так что древесина не помешает для костров. Лист подорожника. Ну, тоже заберем до кучи. Так вот, мясо бы у меня кабана для квеста. Ну, да ладно, еще я сюда вернусь. Кабанов-то тут полно. Так, ста бы, выложил бы их на доску, конечно, но... Хотя, почему бы и нет? Может, на Тунгуске кто и купит? Блин, а тут не пройти, надо там было заходить. Я думал, тут где дырка есть. А где вот давай налево-назад теперь бежать? Тунгуске. Так, ну, только надо для себя решить, куда мне лететь. На Новую Землю или на Тунгуску сразу. Потому что, насколько я знаю, если я сейчас попаду в аэропорт, вернее, если сейчас полечу, то я прилечу на Тунгуску, но я прилечу в другой стране его совсем. А мне туда не надо, мне нужна база сразу. Значит, мне лучше полететь сейчас на Новую Землю, а с новой Земли уже через проводника перейти на Тунгуску. Лучше сделать так, скорее всего. Так, полетели на Новую Землю. 30 штук стоит. Так, перехожу я на Новую Землю. А, ну вот, все правильно. Вот я сюда перешел. А тут уже... Так. Холодно, блин. Вот, отсюда уже через проводника уже пойду на Тунгуску. Сразу на базу. Блин, я тут сразу замерз, короче. Так, я что-то не туда, короче, зашел. Или туда. А, у меня же еще перегрузы. А, я думаю, замерз я сразу. Я не замерз. У меня просто перегрузы, я медленно хожу. Боеприпасы пусто. Боеприпасы пусто. Да, в легкой курточке тут не походишь. Тут надо шапку-ушанку. Тут прям снег реальный, как настоящий. А вот в эзоне играешь, как у тебя беспонтован там. А тут прям похоже на зиму. Так, а сколько я денег потратил уже? Тридцать, там десять, там десять. Так, кладовщик. Мне тут, кажется, посылку надо получить. Новая земля. Да, точно. Получить. Собачья голова. Ну ладно, пусть будут. Так. Восемь тысяч тут всего проход стоит. Там я потратил на вокзал, чтобы зайти десять. Чтобы перелететь сюда тридцать, сорок. Сорок восемь тысяч, короче. Ну, полтос. Чтобы попасть на Тунгуску. Вот я в радиусе. О, тут я думал, что за звуки какие-то тут уже. Повсюм праздно. Ха-ха. Ура! Круто. Откроем хранилище. Тут у меня посылки тоже. Марива. Марива и спирт. О, я думал, у меня было Марива многое. Куда оно делось? Вон он. Тут Марива для штопора. Блин, фу, какой противник. От этих фиговин. С праздником всех. У кого-то уже начался праздник. Ну да. Часовые пояса-то разные. Так, для штопора. Че мне нужно? Так, мне надо три Марио для штопора. И... Блин, тут фиг... Достучишься до этого. Ну как мне, блин? Столько народу тут. Ужас просто. Ладно. На этом, наверное, все. Всех с наступившим праздником. Не знаю, у кого-то уже наступил, у кого-то будет. Через некоторое количество часов. В общем, сталкерам всем удачи. Побольше хапора. Ну и до встречи.